Всем привет ребята, с вами снова Хиг и мы потихонечку возвращаемся к рубрике под названием Простой способ. В этой рубрике я рассказываю как легче пройти тот или иной этап в игре GTA San Andreas. Уже вышло целых два выпуска, если вы их не смотрели вдруг, обязательно рекомендую к просмотру. Там действительно есть на что посмотреть и вы узнаете очень много нового. Ну а сегодня, как вы уже поняли по названию данного видеоролика, речь пойдет о миссии Парамедика. Вкратце расскажу для чего она вообще нужна. Во-первых, миссия Парамедику нужна для 100% прохождения игры. Также после прохождения у вас будет максимальная полоска хп. Целых 160%. Разумеется, как и у всех госработ, у нее тоже 12 уровней. И как ни странно, не все выполняются на время. Ну и давайте же приступим к ее максимальному простому прохождению. Во-первых, локация. Самая важная часть. Город нам точно не подойдет, это вовсе не облегчает нам задачу, а лишь усложняет ее. Так как игра разбрасывает пациентов по всему штату и процесс прохождения чертовски затягивается. И исключаем нафиг все города. Остаются деревни, и мой выбор упал на деревушку Angel Pain. Та самая деревня, куда мы попадаем после последней миссии в Лос-Антесе. Здесь для нас есть все условия. И больница рядом, и ехать далеко не нужно. Игра будет спавнить пациентов только на территории деревни, а нам это как раз таки на руку. Ну и разумеется, ближе к ближайших городов здесь просто нет. Ну и давайте же приступим к главной хитрости. Изначальные миссии медика очень просты, вплоть до 8 уровня. Действительно, на карте появляется максимум по 8 человек, и чтобы их развести в больницу, у вас не составит никакого труда. Но вот после 9 уровня количество пациентов стремительно растет, и становится уже чуть-чуть сложнее. На карте много пациентов, и игра превращается в чертовский круговорот. Но есть пути решения, чтобы пройти через этот ад. Как сделать так, чтобы кататься нужно было всего лишь на одну точку, а потом назад, и всего за один раз. Разумеется, мы должны достигнуть того самого сложного этапа парамедика. Уровень с 9, где-то по 12. Важно понять, что в карте скорой помощи всего 3 места. И как гадалки типа не ходи, без хитрого способа у вас вообще нифига ничего не получится. Ну не сможете вы за раз перевести сразу всех пациентов. Но есть одно но. Игра устроена так, что когда транспорт переворачивается, и в нем сидит НПС, НПС попытается побыстрее выйти из него, аля такой срабатывает эффект самосохранения. Он не хочет умирать, и тем самым выходит из транспортного средства. Значит мы делаем следующее. Нам нужно полностью заполнить скорую помощь пациентами, и сделать как-то так, чтобы скорая помощь перевернулась для инстинкта самосохранения у НПС. Уррр! Конечно же я эту деревню выбрал не случайно. Так как именно здесь есть та самая удобная и заброшенная машина, с помощью которой у нас и получится перевернуть карету скорой помощи. И как бы это странно не было, но НПС просто выйдут из нее. Вот так вот. Но вы же понимаете, что игра уже посчитала этих пациентов, и она думает, что НПС внутри. Типа своего рода такой баг происходит. Игра думает, что НПС внутри, но они уже вышли. Тем самым у нас высвободилось место для других НПС. What the fuck? И фишка заключается в том, что такое действие можно проводить неоднократно, и при этом можно даже не возвращаться к чекпоинту. То есть как бы сдавать этих самых пациентов в больницу. Плевать вообще, никому они нужны. И лишь вы единожды можете вернуться назад к больнице, чтобы получить левел следующий. Или уже наоборот у вас финальная стадия, и вы заезжаете на этот конечный чекпоинт у больницы, для того чтобы просто сдать миссию парамедика, тем самым ее уже выполнив. Вот так вот, вот и простой способ вообще, гениальный нафиг. И давайте вкратце еще разок. Первое, вы достигаете критического левла, с 9 по 12. Вы едете к самым дальним пациентам для того, чтобы их взять и загрузить в свою карету. Но, вместо возвращения назад в больницу, вы их скидываете по пути, возле этой старой ржавой машины. Игра думает, что они в машине, тем самым освобождает места для других пациентов. Вы можете их взять и, в принципе, их также скинуть, и только конечных трех довести до больницы. Тем самым уровень будет засчитан, и вы пройдете следующий этап. Или вовсе завершите вообще миссию парамедика. Все гениальное просто. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, вам ролик понравился. Он был достаточно информативен. Я его постарался, по крайней мере, таким сделать. Вот. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Если вы здесь вдруг впервые, обязательно жмякайте на кнопочку подписаться. Я буду стараться делать побольше таких вот интересных, информативных, полезных видеороликов по игре GTA San Andreas. Все, с вами был Хик. Всем удачи, хорошего дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok